Всем привет! Вы на канале польза ком. И сегодня мы с вами пойдём по принципу нашей старой и любимой поговорки. А именно начнём готовить сани летом. Самое забавное в моём сегодняшнем рассказе, что вещь, о которой я вам расскажу, шла ко мне бодрых 3 месяца. И это для меня абсолютно рекорд. Ладно, хватит размусоливать и сейчас я расскажу вам всё о зонте, который купил. Производится он брендом LCD, который является одним из нескольких десятков принадлежащих корпорации Xiaomi. Сразу к основному. Как вы прекрасно знаете, в фикс-прайсе можно купить зонт за 100 рублей или за 200, который в прямом смысле будет одноразовым. Если купить зонт ваш НДМ, он выйдет вам в 600 рублей и прослужит около месяца. Зонты от специализированных фирм, которые можно купить в магазинах наподобие тысячи одной сумки, будут жить довольно долго. Стоить они будут от полутора тысяч рублей и на них у вас будет гарантия, хотя я ни разу не слышал, чтобы кто-то ей пользовался при использовании зонтов. Ну а объединяет все эти конторы магическая, по моему мнению, вещь. Цена. У них абсолютно цена не соответствует качеству товара и его внешнему виду. И даже механический классический зонт с защитой от ультрафиолетового излучения и механизмом, который не выйдет из строя при первом же порывистом ветре, будет стабильно стоить больше ранее упомянутых полутора тысяч рублей. При этом если он еще будет прилично выглядеть. А у Xiaomi нет. Даже у перекупов. В России этот магический механический зонт, который я при вас только что распаковал, на 105 сантиметров в диаметре, будет стоить всего 1200 рублей. И на Али его реально купить во время распродаж дешевле тысячи, вместе с доставкой. А это для справки менее 15 долларов. Ткань, из которой он сделан, не только выдержит нападение проливного дождя, но и, как я уже говорил, обладает защитой от ультрафиолетового излучения категории UF40, что может и не космос, но довольно прилично. То есть летом вы его сможете тоже совершенно свободно использовать для защиты от палящего солнца. Ручка у него матовая, гладкая. В отличие от зонтов Xiaomi Mijia, выполнена не из софт-тач пластика, но пластмасса приятная на ощупь и не выскальзывает из рук, даже если бы в мокрых перчатках. Весит зонт неприлично мало, а именно всего 300 грамм. На ручке крепится ремешок, и при всех моих тестах, как вы видите, оторвать мне его так и не удалось. А я честное слово пытался. Все петли, на которые закреплена ткань на каркасе, выдержали получасовое издевательство с моей стороны, имитацией проливного дождя и ветра. Ничего не порвалось. Зонт при повышении допустимой нагрузки просто соберется, что произошло у меня, кстати, только однажды, когда я его начал дергать уж очень интенсивно в развернутом состоянии. Цвет у моего зонта конкретно синий, в продаже есть еще черный и коричневый. Высота в разобранном состоянии 61 см. Размеры в собранном состоянии. Диаметр 5,6 см. Длина 30,8 см. У него 8 ребер прочности. Впечатление после всех тестов исключительно положительное. От дождя защитит на ура. Под ним, как вы понимаете, может поместиться даже двое. И напор воды держит без замечаний. Правда, тестил я его только в ванной. У меня идет сейчас пока снег за окном. Для защиты от снега зонт не ношу. Думаю, это слишком странно для России. Свои покупки рад как слон. Решите купить? Ссылка на покупку в описании к видео. Кто не подписан, подписываемся. На канале постоянно конкурс. Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition в розыгрыше 15 и 30 числа каждого месяца. С вас только подписка, лайк, колокольчик и любой осмысленный коммент к любому видео. Видео минимум 2 раза в неделю. Следующие 2 видео будут о Швабре, Сяоми Миджа и аналог яблочных ушей от Хуавей. У меня уже тоже на руках. О нем я вам скоро расскажу. А именно, как вы знаете, их называют фритоксы. Спасибо, что смотрите. Не забывайте добавляться в соцсети. Рад всем и везде. Польза.ком рекомендует зонты Сяоми. Добра и удачи вам, дорогие друзья.